Больше вот этот уровень подсознания влияет на кольцинговое мышление, и что чем лучше мы проникаем с психологией на уровень материи, то там мы встречаем, что структура мышления совпадает с структурой физического мира, и что влево тело – это просто влево. И в своем дне психическое является просто мимом. И Павлик подкомментировал, что в юноском мировидении идея подсознания сравнима с понятием боли в физике. И подсознание он определил как единую психофизическую реальность, которая структурирует смысл. То есть я хочу сказать, что когда я дальше буду показывать, что вот вы увидите в моих моделях структуру Глевона, это моя придумка, это я фактически применю то, что для меня великие люди сделали именно к мыслям на торгуме. Итак, о том осознанной разработке. Сейчас то, что сделано, оформлено как база знаний семантической топологии. Топология, я бы рассказал, что это пространство, построенное по определенным законам, а семантической – это речь идет о способных значениях. И вот, что получено и чем отличается. Здесь показано, вот есть человек, есть компьютер. Человек управляет, компьютер включает команды. Вот эти результаты вычисляет на основе формальной логики, по участию процедуры, которая дана математикой. Значит, наш человек в данном случае тоже размышляет и вычисляет, и тоже выдаёт результаты, но он базируется на здравом смысле. И то, чем я занимаюсь, это я шел не от математических формальных процедур, а я шел от здравого смысла формальной логики. То есть я формализовал здравый смысл, вот, да, формализовал здравый смысл и наполнил способным содержанием формальную логику, которая считается математически. А в основе лежит и семантическая стопология, которую я разрабатывал, ее связь с математикой, стопология пространства. О чем я вот больше говорил? О том, что структура мышления, она как бы подчиняется тем законам, по которым построить пространство. Физический, психический, социальный объединяет пространство, которое оно существует. И сама мысль, она формируется лишь о структуре мира, о структурах мира, и сам смысл, он вынесен за человека. Смысл существует до того, как человек появился. Смысл, он находится вне сознания. Поэтому он выражает строительство мира, а значит, он построен по тем законам, по которым построена пространство, в котором мир существует. Что представляет себя сама модель? Значит, я не буду сейчас рассказывать, как она строилась, я просто покажу применение. Итак, значит, сама модель, она как бы построена фактически через четырехпользовую модель, где есть три координаты, известные, которые имеют значение и пространство. И четвертая, в зависимости от того, что я выбираю, кажется, трех, вот, она имеет значение временной. Но это известная модель, которая, в принципе, она есть в квантовой теории Уинштейна, известная как пространство Уинштейна Митковского и так далее и так подобное. Так вот, четвертая координатная сфера. Эта геометрическая конструкция, она по вышке просто нарисована. Значит, она по вышке как результат коммуникации двух типов геометрических структур. Структур, на которых построены живые системы. Это двестигранник с 5-7 симметрии, который никогда не может быть кристаллом. Эта система может быть только живых. Но взаимодействуют живые системы. Через не впитывая пространство. Через структуры. Куба, октайлеры и так далее и так подобное. То есть те, которые могут быть кристаллом. Тоже дают устойчивость от мира, в котором живут живые системы. Так вот, значит, там, как это делать, я не буду рассказывать, это слишком сложно долго. Вот. Но я показываю, что вот эта модель, а дальше, как карты делали с эмбергатором. Эти четыре полиса, они образовали четыре полиса. Вот эта фигура, которая называется, это трейдер. Эти четыре грани на них спроекцируют результат того, что творится вот на этой сфере. Это получился пословой ордамент. Я потом покажу содержание, просто сейчас говорю. Итак, значит, таким образом вот мат-модель, юридическая модель связана с естественным интеллектом и с накопленным знанием. В основе, значит, лежит, начинает система развиваться от четырех понятий. Это природа, культура, общество, язык. Это четыре структуры, которые генерируют смысл. Значит, и они порождают, вот каждый из этих триад, порождают пространство, реальность. Реальность существует ровно поскольку, поскольку отражена в разуме. Разум, его задача – познание. Получается, знание. А знание становится знанием только тогда, когда этим знанием люди обменяются, сознание. Так вот, эта четверка, вершин и четверка грани, это по-своему делу и есть так, как структурированы научные знания о мире, начиная с древних времен. Итак, реальность – это антополия, учение об идее, о реальности. Дальше, значит, вот эта реальность мы обознём только тогда, когда есть разум. Это психология. Значит, знание – это наука обознания, антонсиология и практическая деятельность, связанная с ценностями. Что мы, соответственно, считаем, как мы стоим и преобразуем – это ксиология. Вот поэтому, по сути дела, вот здесь у меня матератическая форма, она в точности совпадает с другим знанием, которое является устойчивым в течение веков. Поэтому его можно считать, как бы, за истинный смысл. Значит, следующая. Значит, вот полная разверстка, здесь показана вот эта разверстка. Значит, она представляет себя 59 вершины. Значит, и построена сеть. В сети шестьсотного понятия. С разным суставовым статусом. То есть каждый смысл обладает разной косметической силой. Четыре. Четыре, еще раз. Четыре крекованные вершины, о которых я говорил. Девнадцать ядерных вершин, по три в каждом из этих сегментов. Тридцать шесть основных вершин, которые соединяют их, ну, и только с 100 грани. То есть вот такая модель. Значит, здесь я просто вам показываю, что вот я беру, например, фрагментик в этой среде, который связан с моим проектом. То есть он не оказывает смысл, он имеет свою точку координации в этом пространстве. Как работать, я еще покажу ниже. Но вот принятие проекта, оно имеет координацию пространства. И мне не важно. Я покидаюсь по-русски, число выражаю. Потому что у меня именно координация пространства определяет смысл того вашего мира. Это значит, что мне легко вот рассуждение по иной модели переводить в алгоритм. Есть интерактивная модель, которая позволяет работать. Модель упрощать, так сказать, не укропнять понятия, значит, детализировать понятия. Вот эта модель, она вращается. По ней можно строить разные логики. Вот это, где же запатентовано. Значит, называется два здания симметрической дополнения. Вот это интерактивная модель для того, чтобы можно пользоваться тем, что наработано. Дальше я говорю, что это отдельный разговор. Это, так сказать, я сейчас просто прихожу в прагматической части. И так, вот здесь такая модель. Значит, еще она применяется. Она применяется как эталонная модель мета данных. То есть, эталонная модель того, что сдают систему классификации информации. с этого выгребающая система начинается. Значит, эта модель, она позволяет построить государственные логические модели деятельности, которые мы описываем. Значит, она опрождают мастер данные, которые, как бы, уже этот термин из инвестиционной технологии. Даже мастер данные идут, они являются основой информации на предприятии. И здесь возникают два типа данных. Данные о санкциях, оперативные, операционные данные, и данные про риск учета. Сегодня большая проблема. Сегодня их очень трудно собрать. Пытаться их сделать через хранилище, вот эти два минного учета, пока результаты очень плачевные. Поэтому, значит, вот без инвестиционных логических моделей, вот эта медикаль не выстраивается, и целостность не собирается. Если брать словари, которые там есть, ордологи, которые есть, ну, например, вот сейчас, значит, есть мировой стандарт, который банки хотят распространить на нефинансовые деятельности, то есть рекомендуют основным предприятиям. Будем попробовать посредить словари, он составляет порядка 700 страниц. С этим составляет словарей работать невозможно. Значит, дальше я сравниваю две модели. Собственная модель и модель, разработанная по заказу системы страны США, которая вошла в стандарты. Системы управления НАТО, снабженческие, системы управления контрактами, они построены на эффектно-концентральные модели. Значит, вот здесь 23 понятия. Сразу же сказать, что это теории и металлогии, которые создавались. Нет. Просто объявили все. Значит, ну, любая концентральная модель, как набор концептов. Она требует описать с помощью них какую-то вид деятельности. Значит, для этого делается логическая модель. Вот из этих 23 понятий, поскольку они как бы даны как несвязанное множество, значит, пытаются их применить для описания дольных ситуаций. Отчего уходили, кто бы пришли. Сегодня, может быть, порядка полутора тысячи логических моделей. Вот. Можно и дальше их строить. То есть, была попытка инфицировать, и у тебя такое многообразие. И вновь повернулись на эту вещь. Почему? Да потому, что в данном случае у них логическая модель это одно, а специальная модель другая. Эти понятия не связаны. Вот. В отличие от этого подхода, вот, в модели, в которой я взработал, значит, она объединяет составной модели и логической модели. По понятиям очень близко. Вот здесь нужно побольше понятий, но, значит, это я опять же беру фрагмент, который относится к практической деятельности. Я только вот с этих фрагментов показываю. Отсюда беру с этого сегмента. что они из себя представляют. Вот в отличие там, значит, я показал, что там вот этих моделей множество к этому набору. Здесь всего фрагмент. Значит, вот те же понятия, но мне не нужно рисовать логические модели. Мне не нужно 3000 моделей рисовать. для меня это я беру пример. Вы можете рассмотреть, с точки зрения здравоохранения. Вот я беру пример. С чего начинается противная деятельность, сведение. На базе миссии организуется деятельность. Любая деятельность, она связана с ценностью. она всегда находится в группе ценностей. Вокруг приобретения, производства, отстаивания и так далее. Любая ценность, она становится сокровищем или мертвым капиталом, если она находится в обороте. Значит, поэтому применение ценностей приводит к тому, что я должен ценностей обернуть как-то, превратить, довести, создать на их что-то новое. Вот это называется проект. То есть без проекта ценностей не движется. А что является результатом проекта? Продукт. Продукт – это опять общее понятие. Продукт – это то, что произведено. А тут берется продукт? Продукт берется из произведения, которые я… ну, это просто фрагмент, который я придумал. Пожалуйста, вот то, что я нарисовал, это одновременно не алгоритм. Там не нужно как-то же раз придумывать на базе на концепт, строить свой алгоритм, а потом думать как это с другим алгоритмом как бы соединить. Здесь это делать не нужно. Как это применяется? Вот я это делаю, как это нам дается стратегии, например, к компании, стратегии корпорации. я просто беру и как смотрится, пропускаю стратегию. Значит, примерно то же самое занимается однокомнатной госкорпорацией, с которой я садовую ничью. Она связана с тем, что примерно, значит, ну, прежде чем завести документы, управляющие документы в инновационную систему, они смотрят в качестве этих документов. 90% документов бракуется. просто по-другому запрещению, когда я уже говорил о том, что любой смысл определяется своим соседом. и как бы его смысл соседом и определяет, для чего он существует. Так вот, если, например, ставится задача, она не связана с функцией. Связана с задачей, она не связана с целью. Связана на попознанную такую цель, забыть про задачу. Значит, сказали цель, не определили ее ценность, и так далее. То есть, вот, это обычная практика. Вот 90% документов, вот, значит, такого плана. То есть, я сразу хочу сказать, в чем назначение модели. Модель не дает ответов. Потому что ответ, может, это практика, которую я хорошо знаю, где вы. Модель задает вопросы. То есть, если ты, допустим, представишь цель, не забывай про интересы. Если ты ставишь, говоришь интерес, не забыть про море. Так как будешь, вот, интересы, свой интерес, свой интерес, свой интерес, свой чужой будет подавлять или договаривать. Когда будешь, там, решать проблемы, взаимодействие с кем-то, договариваться, не забыть про право, про гостов. То есть, вот эта модель, она, как раз и есть алгоритм принятия решений. Вот, каждая часть очень простая. Но, по большому счету, вот именно, вот эти элементарные вещи, как правило, отсутствуют в проработке украинских решений. Ну, у тебя уже это показало, какая-то. Когда, вот, берется стратегия, ну, и когда, допустим, я начинаю все время стратегии считать, вот эти концепции, мы начинаем вместе хохотать над этой стратегией. Ну, вот так вот. Потому что, вот, куски набрали, они между собой не склеиваются. Поэтому я говорю, что серьезность, это и есть главное, что определяет возможность по ритмическому описанию. И реальность, и процесс. перехожу к примеру, как это делается. Ну, поискорный, я говорил о том, что стратегия, что ее нужно делать, это стратегию конструктивным элементом, отслеживать, а не просто в папку класть и в сейф на пять лет. Вот уже показывает, чисто соезжает, как работает. У меня вводить стратегии, оно относится к организации, связанное с миссией организаций, и связанное с требованиями, которые формируются. Вот, по-разному смыслу. Это, как бы, то, те обязательные атрибуты, которые стратегии не бывают. то есть, миссия выступает, как предпосылка для разработки стратегии. Требования выступают, как необходимость чего-то сделать. А организация выступает, как возможность решить эту задачу. Поэтому, по сути дела, стратегия, это вот есть задача по исполнению миссии, путем голосования возможностей и необходимостей. Вот, это то, с чего начали строить стратегию. Значит, здесь видны вот эти три бизнес-процесса. Это процесс расстановки кадров под миссию, и оно же является основой исторического планирования. И это указание, которое исходит из миссии, и требования формируются, исходя из миссии. И согласование, где возможно можно согласовать, если необходимо что-то сделать. Вот, простые элементарные вещи. Но именно эти вещи и являются элементом аллергического написания удовольного процесса. Идем дальше. Итак, вот, вот этот блок прописали. Значит, дальше эти требования статистические, они заходят сюда в план. План требует предприятия того, чтобы предпринимать усилия. предприятие, это имеет более широкий слово-контекст. То есть, предприятие, это сравним понятие деятельности. Это то, что, скорее, описывал enterprise в английском языке. вот это то, что если я сделал план, мне нужно предпринимать усилия для того, чтобы ее реализовать. А для того, чтобы ее реализовать, значит, мне требуется некоторые ценности. В широком смысле. Значит, эти ценности, во-первых, мне нужны ресурсы для того, чтобы этот план выполнить. И для того, чтобы я планирую свою деятельность, должен понять, что я должен эти, то, что мне как бы дали, не потратить, а чтобы получить желаемый эффект. Идем дальше. И так вот, я остаюсь на своей ценности. Каким образом я иду дальше? Значит, стратегии стратегирую. Значит, любая, значит, ценность, вот, которая идет на реализацию стратегии, она бюджетируется. Значит, а бюджет дается не просто, а мы подожду, обводить его программу для изучения цели, и эта программа получается выполнить какому-то исполнителю. В том случае, оператор. Слово «оператор» почему появляется здесь? То есть, речь идет о некоторых сущностях, которые занимаются операционными вопросами. Вот, это может быть и человек, и команда, это может быть и в конечном итоге машина, если я смог, значит, автомизировать деятельность. следующее. Вот, там была цель, значит, цель превращается в деятельность. Деятельность ведется по этапам, каждый раз у меня ситуация изменяется. Это для меня факт, то есть, я фиксирую фактическое состояние деятельности в каждый момент времени. и этот факт меряется показателем. Итак, вот, по той же самой модели, что я сделал? Я, по сути дела, сделал там некоторый критический путь. От миссии, организации, чьей стратегии планирования дошел вот до понятия системы больших программных операторов целей и деятельности, и дальше я как бы эту стратегию, что я хочу в процессе университетной стратегии, я ее выставил в показаниях. Вот, это один тип стратегии. Можно сделать по-другому, что я стратегию могу направить на присутствие продукта. Это будет продуктовая стратегия. То есть, опять же, в зависимости от банковой стратегии пишу, у меня может быть семейство стратегий. И я могу складывать. Но это же зависит от того, каким образом я вижу при своем поле деятельности в качестве целостности. И уже под боевыми шахтами я хожу так, как считаю нужным или как считаю возможным. Очень важный вопрос. Здесь возникает показатель. Ну, во-первых, очень часто слово показатель и слово критерий путается. Вот. В данном случае в чем вот прелесть такого целостного описания евреев в том, что на каждое слово понятие оно закрывает свою клеточку и определяется понятием, которое лежит рядом с ними. И так вот, понятие показатель значит, оно с чем связано? Прежде всего, он связан с реальностью, которую мы измеряем. А любая реальность имеет предел. то есть у меня всегда показатель имеется две границы, которые зависит от качества реальности, и я измеряю в этих пределах. Второе. Любой показатель он измеряет состояние некоторых свойств системы. Третий. Любой показатель является индикатором по факторам, которые для меня либо хорошие, либо плохие. Он дает мне сигналы по показателю. Дальше показатель ориентируется на факты и показывает по фактам, изменяется ли у меня что-то или не изменяется ли у меня что-то. Дальше любой показатель он связан с параметом объекта управления, где я определяю их значение. А свои значения у меня связаны с типом объекта и с шкалой, которую я измеряю. Вот, по сути дела, я кратко рассказал теорию показателя. Вот, буквально один слайд. Вот, если вы почитаете словарение и литературу, я думаю, что у вас на второй день чтения крыша поедет. Но, опять, вот, срок, что вы там не получите. Дальше я просто показываю. Вот вариант логического анализма. Вот, если это социум. Что такое социум? Социум – это хоть предприятие, хоть коллектив, хоть нация и все, хоть страна, не важно. Ну, вот, каждый социум имеет приоритет, и этот приоритет результется в миссии. И, вот, моя миссия, там, допустим, создать продукт. Ну, например, если страна, создать главный основной продукт. Вот, миссия, там, допустим, в этом, и такой приоритет, увеличенный. И, вот, пожалуйста, одна линейка рассуждений, один тип алгоритма. Могу так идти, учитывать другие обстоятельства. Средством, как и способом я занимаюсь, ну, не судьба же. Могу таким образом пройти, включить сюда субъект, включить интерес, включить интерес. Чтобы, то есть, мы пришли к выводу, что, в принципе, ты умеешь делать, но субъект не заинтересован. Включи интерес. Вот, такая получилась статейка. Вот, просто я показываю, что мне не нужно каждый раз в рамках этой матрицы выстраивать свою органическую модель. Вот, это, свою модель. Дальше. Вот, сегодня все говорят о том, что нужно перейти к проекту направления. Но, насколько я понимаю, что, значит, кроме того, что создавали везде проекты в офисе, дальше, ошибка, дело не идет. Почему? Вот, когда мне сказали, что мы приходим в проект управления. Я говорю, а по какому стандарту? Ну, переходите. Вместе, что ли, порядка вести стандартов.